Привет! Сегодня мы займемся тонкой настройкой AMD Catalyst Control Center и это актуально для старых видеокарт от AMD AT Radeon. На моем канале уже есть много инструкций о том, как настроить драйвера различных производителей. Это и NVIDIA, и Intel, а также есть настройка новых драйверов AMD. А вот старых нет, это AMD Catalyst Control Center. Сразу скажу, что видео будет достаточно долгим, потому что я объясняю все подробно для того, чтобы вы понимали, что вы настраиваете. Также, как повелось уже на моем канале, мы разберем тонкую настройку драйвера, также дополнительные настройки для того, чтобы увеличить FPS в ваших играх, либо же просто увеличить производительность для работы за вашим старым компьютером. В общем, как обычно предисловие затягивается, давайте уже приступим непосредственно к настройке. Вперед! Прежде чем мы займемся настройкой Catalyst Control Center, расскажу вам, как настроить для максимальной производительности операционную систему Windows. Для начала настроим схему электропитания, переходим в панель управления, актуальны эти действия для Windows 7 и Windows 10, также для восьмерки. Нажимаем крупные значки, в самом низу находим параметр электропитания. И здесь нам необходимо найти параметр высокой производительности и выставить его. Если же здесь вообще нет схемы электропитания, в левой колоночке находим создание схемы управления питанием и можем здесь создать высокую производительность. Следующее действие это отключение центра обновления Windows, так как данная функция периодически просаживает FPS во время проверки обновлений. На данный момент Windows 7 и Windows 10 делается это по-разному. В Windows 7 все достаточно просто. Переходим в панель управления, находим центр обновления Windows, далее в левой колоночке находим настройки параметров, находим форму важное обновление и выбираем не проверять наличие обновлений. Также снимаем все галочки ниже, рекомендуемые обновления и кто может устанавливать обновление и нажимаем ok. Что касается Windows 10, нажимаем пуск, параметры, находим пункт обновления и безопасность, находим центр обновления Windows в левой колонке, ссылку, нажимаем на нее, далее переходим в дополнительные параметры, листаем вниз и находим приостановка обновлений, выбираем крайнюю дату. В Windows 10 устроено так, что обновление мы можем отключить всего лишь на 35 дней, можно делать это каждый раз, либо же конечно есть способы отключить службу обновлений. Я сейчас не буду рассказывать как полностью отключить обновление с помощью отключения службы, так как это займет много времени, поищите в интернете, очень много способов там есть. Идем далее, возвращаемся в панель управления, находим параметр игры, переходим в него и находим здесь пункт клипы, а также меню игры. Это актуально только для Windows 10 и данная функция предназначена для записи роликов в играх. Вы будете удивлены, но данная функция также просаживает fps. Так что переходим в меню игры, выключаем функцию трансляции в меню игры, также убираем галочку открытия меню игры, переходим в клипы и убираем галочку ввести запись в фоновом режиме. Запись звука также убираем. Переходим в меню трансляции и здесь сделаем то же самое. Ну и последнее, что я скажу в настройке операционной системы, это антивирусная программа. На самом деле антивирусник требует огромное количество ресурсов вашего компьютера и поэтому он будет несомненно просаживать fps в играх, а также подтормаживать процесс работы за компьютером. Поэтому желательно, если же вы готовы отказаться от антивирусной программы, то его в принципе не устанавливать либо удалить. Но я вас к этому не призываю, потому что это также опасно для вашего компьютера тем, что вы можете заразить компьютер вирусом. Ну и давайте теперь перейдем к настройке каталист центра. Первый и самый простой способ настройки каталист центра это перейти на панель задач в трей запущенных программ, нажать на иконке драйвера правой кнопкой мыши и выбираем первую видеокарту. У вас возможны их две. Далее параметры 3D графики, стандартные настройки, выставляем высокая производительность, далее возвращаемся обратно, находим здесь сглаживание, либо здесь выставляем управление приложением и выключаем потом сглаживание в приложении, то есть в самой игре, либо же выставляем минимум. Анизотропная фильтрация тоже самая. Дисселяция желательно ее отключить. Качество фильтрации текстур выставляем на производительность. Следующая функция ждать вертикального обновления. Эта функция полезна, если вы хотите снизить скачки fps вниз и вверх, но они станут соответствовать герцовке вашего монитора, то есть 60 fps либо 75 и выше. Я к примеру в данной функции не нуждаюсь, поэтому она у меня отключена. Метод сглаживания. Наименьший из потребительных методов сглаживания это множественная выборка. Оставляем пока что на ней. Далее непосредственно переходим в AMD Catalyst Control Center и здесь существуют два варианта настройки программы. Это расширенное представление и стандартное представление. Мы сейчас рассмотрим оба. Также рассмотрим каждый из параметров, что он из себя представляет, чтобы вы могли понимать, что вы переключаете и зачем. Во-первых, ставим стандартное представление. Нажимаем применить и у вас появляется вот такое вот меню. Далее находим вкладочку игры. Во-первых, выбираем производительность в играх. Нажимаем стандартные настройки 3d изображения. Здесь задействовано сразу несколько настроек в одной. Здесь нам просто нужно перетаскивать ползунок. Убираем галочку и здесь мы можем его перетаскивать. Как видите, качество изображения меняется. Это пример. Ставим на оптимальную производительность. Далее вверху находим ссылки на разделы и нажимаем игры. Нажимаем на сглаживание. И здесь вы можете видеть, как будет влиять данная настройка на сглаживания в играх. Итак, выбираем «Переопределить настройки приложения». Можем установить флажок на морфологическую фильтрацию. Позже чуть-чуть я расскажу, что это такое и зачем оно нужно. И здесь мы можем повышать уровень качества сглаживания. Лучше всего поставить минимальный. Либо же вообще нажать «Вспользовать настройки приложения» и позже в игре «Настроить сглаживание». Также морфологическую фильтрацию желательно отключить. Далее нажимаем на ссылку «Качество изображения» и переходим в «Метод сглаживания». О методах сглаживания расскажу тоже чуть позже, но учтите, чем выше здесь ползунок, тем метод сглаживания тяжелее для восприятия вашим компьютером. Естественно, FPS будет ниже. Так что ставим на множественную выборку, самый минимум. Далее возвращаемся в «Качество изображения» и нажимаем «Анизотропная фильтрация». Здесь у нас указано «Использовать настройки приложения». Мы можем здесь вручную выставить уровень анизотропной фильтрации. Тоже чуть позже расскажу, что это. Я ставлю на самый минимум. И нажимаем «Применить». Но теперь переходим в «Параметры», «Расширенное представление». Находим здесь «Игры», «Настройка 3D приложений». И теперь подробно разберем о каждой из функций. Что она из себя представляет и как она влияет на FPS в играх. Здесь также существует два варианта настройки. Либо же глобальные параметры для всех игр сразу одновременно, либо же для каждой из них отдельно. Если же вы не находите здесь необходимую игру, то есть здесь функция «Добавить». Нажимаете «Добавить» и указываете путь к данной игре. Можно, кстати, к ярлыку на рабочем столе, если таковые имеются. И первый из настроек – это «Режим сглаживания». Это технология, используемая для устранения эффекта зубчатости объектов на изображении. Если же вы видите «Использовать настройки приложения», это значит, что позже вы будете этот параметр настраивать именно в игре. В моем случае я нажму «Переопределить настройки приложения» и произведу настройку в драйвере. Следующее – это «Сглаживание в выборке», а именно уровень сглаживания. «2x», «2xeq», «4x». Естественно, чем он выше, тем FPS в вашей игре будет ниже. Далее о различиях уровня сглаживания. Здесь есть «2x» и «2xeq». Чем же они различаются? А различаются они тем, что если ваша видеокарта слабая, и, к примеру, она не тянет «4x», то «2xeq» будет приблизительно таковым же, как «4xeq». В общем, это работает как-то так. Параметр «Фильтр» остается стандартным, здесь ничего не меняем. Методы сглаживания, в принципе, отвечают за устранение эффекта зубчатости, но различаются между собой технологиями. Есть менее требовательные технологии, есть более сложные, которые сильно просаживают FPS. Здесь присутствует множественная выборка, адаптивная множественная выборка и избыточная выборка. Из них избыточная выборка самая тяжелая. Естественно, множественная выборка будет менее тяжелая. На самом деле есть еще менее требовательный режим сглаживания, который здесь не указан, это FXAA. И чаще всего его можно применить в игре. Поэтому, может быть, вам даже будет лучше использовать настройки для приложения здесь оставить, а позже в игре включить метод сглаживания наименее требовательный. Морфологическая фильтрация – это еще одна из функций по устранению эффекта зубчатости. Она близка по своей тяжести к FXAA. Именно той функции, о которой я говорил. Которую, в принципе, лучше всего включить в игре. И отказаться от всех этих. Получается, что сглаживание мы включили использовать настройки приложения. Позже в игре включим самую минимально требуемую. И морфологическую фильтрацию отключаем. Далее идет пункт режима низотропной фильтрации. Это метод улучшения качества текстур в трехмерной графике. Для сильно наклоненных объектов относительно камеры. Режим низотропной фильтрации – это достаточно требовательная функция. Есть ее аналоги, менее требовательные – это билинейная и трилинельная фильтрация. Ее можно также включить в играх. Если же все-таки вы ее включаете, то следующий параметр – это уровень анизотропной фильтрации. Естественно, чем он выше, тем будет лучше прорисовка изображения, но также будет сильнее проседать FPS. Далее мы видим качество фильтрации текстур. Здесь лучше всего выставить производительность. Далее функция оптимизации формата поверхности. Это еще одна дополнительная функция – фильтрация текстур. На качество и производительность она обычно не влияет, по крайней мере, этого не было замечено, но на стабильность FPS может повлиять. Поэтому, если вы заметили, что что-то у вас нестабильно, то лучше всего ее отключить. Следующая функция – ждать вертикального обновления. Мы уже ее настраивали, и она отвечает за синхронизацию сигнала видеокарты и вашего монитора. Если вы ее включите, то она будет соответствовать герцовке вашего монитора. В моем случае это 60. То есть, естественно, FPS в играх у вас будет 60. Вообще, я рекомендую ее включению в том случае, если вы не тестируете максимальный FPS в играх. В любом случае, более 60 Гц на вашем мониторе вы не увидите, поэтому хоть у вас будет 400 FPS, то значения это иметь не будет, если ваш монитор поддерживает всего 60. Полезна эта функция тем, что она устранит скачки FPS, что снизит вар в ваших играх. OpenGL – тройная буферизация. Это буфер ввода и вывода изображения, где кадры подготавливаются заранее для вывода на монитор. Если же ваш процессор очень старый по отношению к видеокарте, то эта функция ничем вам не поможет, поэтому можно ее выключить. Далее переходим к режиму тесселяция. Тесселяция – это разбиение больших полигонов объектов на мелкие, или тщательная прорисовка мелких изображений. Данная функция достаточно потребительная, и поэтому лучше ее выключить. Нажимаем «Переопределить настройки приложения» и в максимальном уровне указываем «Выключено». Естественно, чем вы будете ставить выше уровень, тем FPS будет у вас меньше, но изображения будут прорисованы, так что выбирать вам. Не забываем нажать кнопку «Применить». Рассмотрим еще несколько настроек Catalyst Control Center. Итак, вкладка «Производительность». В принципе, данная вкладка отвечает за разгон процессора, и в принципе, она нам сейчас не нужна. Если же у вас ноутбук с двумя видеокартами, то здесь у вас будет глобальная настройка переключаемой графики, а также настройка переключаемой графики в приложениях. В общем, заходите в параметр «Переключаемой графики» и там выставляете высокую производительность для вашей видеокарты, либо же для каждой игры в отдельности. То есть это функция переключения видеокарт. В заключение покажу вам, как настраивать графику в игре на примере Counter-Strike Global Offensive. Прежде всего, давайте выставим параметры запуска игры. Переходим в Steam, правой кнопкой мыши, на игре, «Свойства», установить параметры запуска. Далее вам понадобится блокнотик с описанием параметров запуска. Копируем отсюда то, что вам необходимо. В моем случае я уже скопировал. Файлик с параметрами запуска можете скачать по ссылочке в описании. Первая функция – это NoVid. Это функция отключения логотипа при старте игры. Далее – консоль, для того, чтобы включилась консоль в игре. Функция Freq. Это количество герц, поддерживаемых вашим монитором. В моем случае это 60. Указываем их. Функция от Hertz. Здесь указывается количество ядер процессора. Указываем максимальное. Следующая функция увеличивает FPS на слабых компьютерах. Ну и последнее – FPS Max 0. То есть мы убираем ограничение FPS. В принципе эта функция не так уж и важна, если же у вас нигде не стоит ограничение на FPS. Ну и давайте в быстром темпе пробежимся по настройкам графики в самой игре. Итак, режим отображения – монитор. Яркость. Здесь указываете на свой вкус и цвет. Формат экрана. Широкоэкраны. Это тоже на вкус и цвет. Что касается разрешения. Чем меньше у вас будет разрешения, тем больше вы получите FPS. Режим отображения на весь экран. Энергосберегающий режим. Отключаем. Далее переходим к расширенным настройкам изображения. Я думаю, что здесь все понятно. Чем ниже качество, тем выше FPS. Далее функция многоядерная обработка. Включаем ее. Режим сглаживания множественной выборки. Мы о ней уже говорили. И если вы настроили в драйвере данную функцию, то здесь уже значение не имеет, настроите вы ее или нет. Если же вы выбирали настройка приложением, то просто выключаем ее здесь. И выставляем менее требовательный режим сглаживания. Это FXAA. Я о нем говорил. Его в принципе будет достаточно для нормального изображения. Режим фильтрации текстур. Я говорил про анизотропную фильтрацию. Вот как раз здесь мы можем ее и выставить. Но лучше всего здесь оставить билинейную или трилинейную. Они менее потребительны. Вертикальная синхронизация у меня отключена. Как помните, это синхронизация видеокарты и монитора. Если вы ее включите, то ваш FPS будет соответствовать герцовке вашего монитора. То есть в моем случае это 60. Размытие движения у меня включено. В принципе ни на что не влияет особо. В принципе на этом все. Приблизительно все те же настройки вы найдете в любой другой игре. Поэтому это всего лишь пример. Если же я что-то упустил или забыл сказать, либо что-то я сказал неверно, обязательно пишите свое мнение в комментариях. Возможно это будет кому-то полезно. Также лучшей благодарностью для меня за мои труды будет подписка вас на мой канал. Ну и естественно моя благодарность вам за просмотр. Продолжение следует...